так айбу не кожицу не счищаем просто нарезаем убираем сердцевину сейчас мы делаем варенье более такое чуть покрепче поэтому кожицу мы не снимаем такая ароматная вас на этот раз и нарезаем нарезаем кто как хочет я чтобы все варианты отличались друг от друга нарезаю по-разному на этот раз просто вот так вот кубиками нарежу добавляем несколько косточек и сердцевины для цвета я взвесила у меня 800 грамм оказалось вот так вот числа веса без сердцевины но с кожицей вот на 800 грамм миску добавляю полстакана кипятка сюда же 800 грамм сахара понемножку разбавлю вот так вот Мешаем постоянно, чтобы сахар не подгорел. Сахар не подгорел. Кипит, но сахар еще полностью не растворился, так как воды мало. Поэтому добавляем сюда айву и перемешаем с айвой, чтобы дала сок. Мешали пару минут, айва уже дала сок. Смотрите уже сколько сока. Теперь даем закипеть. С момента как закипела, варится у меня где-то 7-8 минут. Я убираю с огня и оставляю остывать на 5-6 часов. Прошло у меня 5 часов. Поставила снова вариться. Варенье полностью остывшее. Буду варить до готовности сиропа. Три варианта. Значит суть в чем. Чем больше воды добавляем мы в сироп, тем мягче получается варенье. То есть смотрите, она еще когда горячая мягкая, потом когда остывает становится плотной. Вот. И кожура как бы здесь держит ее, чтобы она не смягчилась настолько сильно, чего я и добиваюсь. Значит в первом варианте получается совсем мягко. Во втором варианте среднее, а в этом варианте еще крепче. То есть если вам лень бланшировать, можно сразу как второй вариант делать. Просто воды побольше добавить и получится мягкая. То есть и еще, если кожу очищать получается мягче, чем если не очищать. Варенье. 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 С Все. еще чуть-чуть еще линии сходится все сироп готов прошло у меня где-то 12 минут варенье готова варила я не на самом максимальном от 1 до 6 где-то на четверки и пятерки у кого какой допустим это какая плита вот посмотрите цвет такой янтарной до больше это из-за того что сорт у меня такой айвы есть сорта допустим узбекские азербайджанские они вот сразу как положишь сироп они дают такой более красноватый оттенок вот это вот этот красный чуть-чуть красноватый оттенок дал мне вот эти косточки из сердцевины все варенье готово раскладываю в баночку итак вот что у нас получилось цвет темной янтарной если балансировать получается совсем мягкий мяки тающий во рту получается второй у меня вариант получается 4 стакана воды чуть мягкая но поплотнее держит форму лучше 3 вариант совсем воды мало получается еще более плотный вариант покрепче для тех кто любит пожевать немножко вот когда остынет покажу как он выглядит когда остывший то есть он должен еще чуть-чуть окрепнуть так остыла наше варенье правда не совсем такое холодное но уже можно показать для тех кто впервые готовит хочу сказать вот есть и делайте третий вариант мой вот этот вот совсем мало воды посмотрите чем мельче айва нарезается тем она плотнее то есть по суше как цукаты чем крупнее она тем помягче но она тоже не деревянная то есть ее все равно жевать приятно вот они все равно мягкие извините что руками просто пытаюсь показать вот если кто думает что так получается совсем твердо нет вот видите все равно нажимается все прилично живется чем до завтрашнего дня останутся окрепнут еще больше кожица дает еще такую кислинку приятно вот я обычно не любительница варенье с кожицей но вот это вот исключение потому что здесь она не чувствуется во рту не отделяется то есть приятная кислинка такая еще есть мою например самый любимый вариант вот этот и 2 я все три варианта показала какое варенье получается тоже показала а выбор за вами какой вам больше нравится такое сделаете надеюсь у вас все получится спасибо всем пока пока